Доброе утро! Я моей любимой жене уже 10 раз говорил, объяснял, что лук я не люблю, не в блюдах, никак. Но она всё равно добавляет его в блюда и утверждает, что это неправильно, его не любить. И у нас всегда скандал. У меня мои мозги не понимают, что происходит. Подскажите, пожалуйста, как тут быть? Заранее спасибо вам, что вы есть. Игорь, спасибо и вам, что вы тоже есть. У меня у папы такая же ситуация с мамой была. Она не понимала, а потом... И он не любил майонез и лук. И в конечном итоге она стала готовить для него. Так, как он хотел. Отдельно готовила салат для нас и для папы нашего. И в конечном итоге это вылилось в то, что он стал уступать ей там, где никогда не уступал. Стал помогать ей там, где раньше не помогал. Ну, по крайней мере, желания какого-то не проявлял особого. И потом говорит, ты не замечаешь, что как-то стало лучше? Она говорит, да не говори. Правда? А что случилось? Он говорит, да ты лук перестала в салат класть и майонезом заправлять. И слушай, ты не представляешь, какой-то лук и майонез так на меня повлиял, что я вот... Поэтому для вас, Игорь, посмотрите, на что это влияет. То есть у вас портится настроение, вы расстраиваетесь, и это раздражение, расстройство, оно отражается на чём-то. На том, что не касается еды. И попросите жену, вот скажите ей, так, жена, давай эксперимент проведём. В течение недели ты лук не кладёшь. И когда она это будет делать, не класть с луком, вы реально должны что-то изменить. Именно в тех сторонах ваших взаимоотношений с женой, где именно из-за лука у вас и возникало это вот раздражение на неё, недовольство. И начните себя проявлять более ласково, нежно, заботливо, ну и как надо, вы знаете, там, как надо для жены. А через неделю сядьте и, значит, вот так жена, смотри. Ну, если ты будешь лук класть, то я боюсь, что у меня сил не хватит, и я буду поступать как раньше. Но если тебе понравилось, как я себя вёл, как я изменился, тогда давай вот на чаше весов, что перетянет. Проведите вот этот эксперимент, Игорь, и потом мне позвоните через неделю.